Дорогие друзья, сегодня у нас особый, торжественный и без всякого в данном случае преувеличение исторический день. День правды и справедливости. Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением. Которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали всё между собой. Миллионы простых граждан никто ни о чём не спросил. И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской народной республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне, право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор. Быть со своей исторической родиной, с Россией. Только один эпизод из того, что происходило 2-3-4 дня назад. Выборы в Луганске. Люди стоят в очереди на улице на один из избирательных участков. И начался артиллерийский обстрел. Снаряд упал рядом, но недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно. В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своём родном языке, запретить культуру. Ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине и передали это своим детям. И поэтому мы говорим, Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр, она открывает им своё сердце. Добро пожаловать домой! Россия! 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 Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днём, сегодняшним торжеством. Мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам. Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде. Они в бою. Они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад. Я знаю, о чём я говорю. Именно героически. И поэтому, в знак поддержки, благодарности, в знак признания их заслуг, за их героизм и самопожертвования, предлагаю отсюда, с Красной площади, послать им сигнал нашей поддержки, уважения и преклонения перед их жертвенностью и перед их героизмом. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади, трёхкратным ура, набрали воздуха и по моей команде на счёт три. Раз, два, три! Ура! 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 безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать всё для того, чтобы возражать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения, больницы и поликлиники. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами. Спасибо. Удачи. Звучит гимн Российской Федерации. Россия священная, наша держава. Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твоё достояние на все времена. Готовь. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА